Юноши 95-го, 97-го годов рождения боролись за звание лучших в этом турнире и доказывали судейству и своим соперникам, что трус не играет в хоккей. Среди участников две кузнецкие команды – Рубин и Торпеда, а также гости из посёлка Пионер и города Никольска. Юные никольские хоккеисты – частые визитёры. Это не первый турнир на Кузнецкой земле в их спортивной биографии. Тренер видит большую пользу в проведении подобных соревнований. Перспективы. Надеемся, нам лучше, если будут тренироваться. У нас просто нет такого льда. У гостей возможность оттачивать мастерство на льду появляется только по выходным, во время таких турниров. У наших же ребят в течение всего тренировочного процесса. Отсюда результат. В финал турнира вышли две команды – Никольский Монолит и Торпеда из Кузнецка. 3-0 в пользу наших. Победа местных спортсменов была предсказуемой. В упорной борьбе за шайбу наши хоккеисты не забывали защищать свои ворота. Противнику не удалось ни разу провести атаку. В полуфинале Никольский Монолит обыграл другую кузнецкую команду – Рубин. Поединок завершился счетом 2-0 в пользу Никольчан. В матче за третье место Рубин снова остался ни с чем. Команда поселка Пионер Садко обыграла наших хоккеистов. Турнир памяти тренера Александра Кудашкина проводится с целью нравственного воспитания ребят и дополнительной подготовки к более серьезным соревнованиям. Дети без соревнований очень сложно. Их как бы растить, их там повышать мастерство спортивное без соревновательного процесса почти невозможно. То есть они хотят, боюсь, как бы их это не захлестнуло. А физически, ну на свой возраст они готовы. Я думаю, что на свой возраст они хорошо готовы. В следующие выходные у ребят снова будет возможность показать свою подготовку. В Бледовом дворце арена состоится чемпионат, посвященный 230-летию города Кузнецка. Редактор субтитров А.Семкин